Если бы ты мог сказать о чем-то словами, не было бы смысла станцевать, это говорила удивительная Сидора Дункан. Сегодня Всемирный день танца, и мы приехали в Солигорск, чтобы окунуться в атмосферу спортивно-бальных танцев. Это программа «Центральный регион». Меня зовут Наталья Житихина. Здравствуйте! И действительно, в танце можно рассказать обо всем. В бальных танцах благодаря двум программам – европейской и латиноамериканской – десяти танцам абсолютно разным по настроению и темпераменту можно передать вообще все человеческие эмоции. В Беларуси бальные танцы появились в 65-м году, а первый крупный международный турнир по спортивным бальным танцам случился спустя почти 10 лет. К концу 70-х это искусство набирает популярность, и в Беларуси насчитывается уже более 60 кружков и школ, занимающихся бальными танцами. Клуб, у которого мы в гостях, имеет 20-летнюю историю, и в нем начинали свою карьеру многие будущие чемпионы. Свыше 450 раз воспитанники клуба поднимались на пьедестал и становились победителями чемпионата Беларуси и танцевальных соревнований за пределами нашей страны. Танцевальная история моя началась около 30 лет назад. Эта история совершенно замечательная. Мне было 4 года с половинкой. Мама за шкерку приволокла меня в танцевальный зал в парке челюскинцев. Впихнула я, отбивался, кусался, царапался, кричал, что я нормальный мужчина, я не пойду туда, где эти все в колготках, с девчонками обниматься не буду, пусти меня на бокс, на хоккей, куда угодно. Ну, мама сказала, нет, ты пойдешь. То есть она меня в одну дверь запихивала, я из другой вываливался, так, наверное, около года проходила. Потом я спросил, мама, сколько я буду танцевать. Мама сказала, ты будешь танцевать столько, сколько я буду жить. Ну, и следующий вопрос пятилетнего ребенка. Мама, сколько ты будешь жить? Ну, слава богу, мама живет до сих пор. Я до сих пор танцую, спасибо ей огромное. В этом году будет 18 лет, как я преподаю. Я начал совмещать, когда я еще танцевал. Ну, потом это становилось все сложнее, сложнее. Понемножечку танцевальную карьеру я закончил и перешел только на детей. В рамках Беларуси, в рамках детских групп, выглядим достаточно прилично. Звучит музыка. Ну, это Ярослав и Даша. Они занимаются почти пять лет уже. И сейчас они группа «Дети 2», 10-11 лет. И, в общем-то, в этом возрасте они получили класс «Д». Максимальный класс, максимальный суперкласс в этом возрасте – это «С». И парк класса «С» в этом возрасте в Беларуси сейчас одна. Поэтому я считаю, что мы находимся здесь, в Солигорске. Это город, который далек от магистрали танцевальной нашей. Да, здесь как бы немного детей танцует с точки зрения Минска или любого другого областного города. И то, что у нас есть здесь детская пара, у которой уже есть «Д» класс. А до конца сезона еще есть время, они могут набрать баллы. Ну, цены наберут, конечно, но приблизиться к нему. Я считаю, что это очень хорошо. Они победители, призеры, финалисты множества турниров белорусских. Они были победителями и за пределами Беларуси. Но пока только в России, в Брянске, в Москве. Но, тем не менее, я считаю, что это результат. Я горжусь тем, что вот эти ребята танцуют так. Что эти ребята вот своим трудом, своим потом, своими слезами и кровью здесь, в этом зале, вытанцевали такой уровень и составляют конкуренцию парам очень высокого уровня, которые занимаются в Минске, где все в шаговой доступности. Пара, безусловно, талантливая. Ну, вообще все дети талантливые. Пара усидчивая, пара ухватчивая. То есть такая, как я, когда из зала не выгонишь. То есть вот они танцуют, и ты их заново должна оттуда вытаскивать. Мы занимаемся шести лет, уже занимаемся пять лет бальными танцами. У нас тренировки в неделе, это по три раза. Для того, чтобы действительно хорошо танцевать, для этого нужно желание, для этого нужно старание. Ну, это зависит от человека. Если он ленивый, то ему будет сложно. А если человек работает, то он занимается, когда хочет, когда скажет тренер или на тренировках. Найти контакт с партнером, найти контакт с партнершей. Это, наверное, самое сложное. Потому что если каждый будет твердить свое мнение, и в паре будут конфликты, это помешает паре танцевать. Мой самый любимый танец – это джайк. Потому что в нем можно показать свои эмоции. Он быстрый, он энергичный. В нем очень красиво все движения, и он заставляет улыбаться. Наш сын занимается танцами пять лет. Мне нравилось с детства этот вид спорта. Сидела перед телевизором и смотрела, как выступают пары на турнирах. Сложностей как таковых нет. Ему это очень нравится. У него все получается. И он сам стремится достигать своих высот в этом виде спорта. Справляемся общими усилиями, друг друга поддерживая, помогая, мотивируя, настраивая друг друга на победу, на результат. В нашей команде еще родители Даши, которым мы тоже помогают. Мы всегда объединяем наши усилия. То есть поездка, например, они день везут, потом один турнир, потом другой турнир мы везем. То есть у нас все общее. Улыбки! Приоткроется немножко завесы тайны на конкурсах. Какие вообще критерии отбора? Самый первый критерий у нас считается вообще у всех судей в Беларуси – это музыка. То есть у каждого танца есть своя ритмическая структура. Если пара попадает в базовый ритм этого танца, значит она уже не самая плохая. У детей только так. Если не попадает, все, эта пара сразу не котируется, на нее даже не смотрят. В дальнейшем есть какие-то линии хореографические, которые соответствуют тому или иному танцу. Есть характер танца, который тоже должен повторяться. Есть работа стопы, есть работа корпуса. Ну и, конечно, нельзя забывать эмоции. Пары, танцующие с каменными лицами, работающие на паркете. Это такие андроиды-роботы-гитаристы. Это хорошо до определенного уровня, до возраста 10-11 лет. И то, в общем-то, этот возраст уже, когда ребенок может раскрыться и показывать эмоции. Конечно, никто не оценивает прям так. Три секунды музыка, хорошо. Три секунды линии, отлично. Ну, то есть, все равно как-то это смотрится в комплексе. Но главенствующим для меня является музыка. Есть понятие попадать в ритм, а есть понятие музыкальность. Для более продвинутых пар, да. То есть, есть свои хитрости и секреты. Как совместить какие-то определенные движения с определенными пунктами в музыке, чтобы это выглядело наиболее красиво, наиболее эффектно. И если этого пара не выполняет, то для меня эта пара не существует. Для более высокого уровня судей есть еще более глубокие какие-то моменты, которые они оценивают. На самом деле, для того, чтобы оценить пару на паркете, когда их много, у судей есть очень мало времени. То есть, там, 3-5 секунд. Ну, если их танцуют 12 штук, ты должен выбрать 6 из них. И у тебя на это есть минута 15, да. То есть, ну, по сути, ты поднимаешь голову, смотришь на пару, смотришь на соседнюю, еще на одну, там, сравниваешь какое-то время. И все. То есть, ты не можешь минуту наблюдать за одной парой. Так не бывает. А хотелось бы, потому что, ну, у пары есть более удачные куски, есть неудачные куски. Любой судья может поднять голову и посмотреть на пару именно тогда, когда она не очень. Поэтому идеальный вариант, когда пара всегда крутая. Но идеальных вариантов по жизни вообще не случается. Увы. Субтитры создавал DimaTorzok Впереди краткий дайджест новостей из столичного региона за неделю и реклама. А я напомню, что все эфирные видео доступны на нашем сайте ctv.by, а также на YouTube-канале столичного телевидения. Заходите, смотрите, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Музей-заповедник Несвеже в пятый раз проводит тематический фотоконкурс. В рамках соревнований профессиональные фотографы и любители со всего мира присылают работы, на которых показывают свое видение белорусской флоры. Конкурс «Парки Несвеже» проходит в трех номинациях – «Панорама», «Пейзаж» и «Этюд». Работы принимаются до 27 мая, ну а финал творческого состязания состоится в Несвежском замке 1 июня. Современная долгожданная поликлиника возводится в Солигорске. Строители работают ускоренными темпами в три смены и без выходных. За пять месяцев с начала работы удалось сделать более 40% от плана. Уже возведены пять этажей и каркас здания. Параллельно ведутся электромонтаж, сантехнические и отделочные работы. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в сутки, будет оборудована дневным стационаром и отделением лучевой диагностики. Завершить строительство планируют до августа. «Мы – то, что мы едим» – под таким лозунгом Несвеже стартовал проект, посвященный культуре питания маленьких детей. Районный центр гигиены и эпидемиологии вместе с Несвежским обществом Красного Креста проводят целый ряд мероприятий, чтобы научить дошкольников питаться правильно. В программе проекты – семинары, практикумы для родителей, конкурс детских рисунков, уличные акции и много других мероприятий. Гастрономический проект продлится до сентября месяца. Говорят, однажды увидев, как человек танцует, можно сказать о нем столько же, сколько и за годы знакомства с ним. Это программа «Центральный регион», и мы продолжаем узнавать юных танцоров города Солигорска. Ну, я сам по природе своей латинист. Я вот сейчас так не выгляжу, но я был очень маленький, очень рыжий такой, бойкий, как ртуть. И как-то стандарт, европейская программа мне не давался. То есть вот усидчивость держать рамочку, то ровненький. Ну, как-то вот не выходило. А латино, где вот шкура горит, как говорил мой тренер, там получалось. И поэтому, конечно, да, я очень люблю латиноамериканскую программу. И так уж вышло, что вот мои ребята, которых я тренирую, тоже лучше выступают по латиноамериканской программе. Ну, это логично, потому что что получалось у тренера лучше, то получится лучше и у детей. Ну, конечно, мои сейчас ребята танцуют уже лучше, чем я в их возрасте. Танцы, они меняются. Они стали более динамичными, они стали более силовыми. В них появилось какое-то количество невероятных движений, о которых мы даже не подозревали, когда танцевали. Я уверен, что мы танцевали лучше наших тренеров, а наши дети сейчас танцуют лучше, чем мы. Ну, это замечательно, это нормально. Поэтому, да, я очень часто стою и восхищаюсь тем, как танцуют современные дети, потому что когда-то это казалось невозможным. То есть ребенок сейчас бы мой победил бы на чемпионате мира, там где я в четвертьфинале остался. У общества бытует такое мнение, что бальные танцы для девочек. Во-первых, бальные танцы почему-то все ставят равно балет, и предполагают, что все мальчики должны ходить в колготках, в балетках, там, не знаю, чуть ли не краситься, да. Ну, вот я тот самый мальчик в колготках и в балетках, по мне, правда, не скажешь. По мне вообще редко люди говорят, что могу ли я танцевать. Я вешу 93 килограмма, да, и как-то так не внушаю впечатления, как танцор. Но многие танцоры действительно физически развиты и внешне очень сильно. И я не видел у нас такого, чтобы прямо женоподобных мальчиков подбирали. Но, естественно, папы и на собраниях, на первых, когда приходят, они с опаской на все это посматривают, они думают, что из мальчиков здесь делают девочек. Я считаю, что танцы, наоборот, из мальчика делают мужчину. Он учится, что девочка, женщина, девушка – это что-то такое возвышенное, к чему нельзя просто на кривой козе подъехать. Ты должен с собой что-то представлять. И ты должен относиться к девушке, девочке, женщине, как к чему-то исключительному. И только так рождается хорошая пара. Сейчас голова наверх, пошла вместе с рукой. И хоп! Наверх! Пам-пам-пам! Раз! Энд-бан! Наверх! Наверх! Хорошо! Полчок! Противоход! Раз! Противоход! Раз! Пауза! На одном уровне. И раз! Резко отрывай ноги от земли. Сократи руку. И сейчас наверх! Оп! Наверх! Считается у нас сейчас так, что где-то с третьего года обучения мы начинаем уже активно детей продвигать в спортивное танцевание. Спортивная система сама вообще жестокая, отборная. То есть танцевала 48 пар. 24 – спасибо большое, уезжайте домой. 24 еще танцуют, их делят пополам. Опять 12 продолжают соревноваться. Еще 12 опять со слезами поехали домой. Потом опять пополам, 6 входит в финал. Вот финалистов помнят и знают все. Им дают дипломы, им дают медали, их запоминают. Очень редко случается так, что пара такая проспектно. Она вышла с первого конкурса и всегда первая. Это исключительные пары, исключительные тренеры. Такое случается, но редко. А так пара часто проходит все стадии. Она приходит, вылетает долгое время с какого-то тура, потом поднимается чуть выше, потом попадает в финал, потом попадает на педестал, потом возглавляет этот педестал. Но потом через год она переходит в следующую группу. И не факт, что она снова возглавит педестал. Быть может, ей начнется опять все с полуфинала или с четверти. Поэтому я считаю, что проигрыш тоже очень много значит. И я, например, даже иногда радуюсь, когда пара, придя в новую группу, не сразу такая молодец, а нужно немножко погрызть зубами, нужно немножко прорваться. Потому что, когда пара, ей все легко дается, она перестает работать. Александр, наверняка многим нравится наблюдать, но возникает такой момент бытовой, да, потому что костюмы – это дорого, туфли – это дорого, участие в турнирах – это бывает очень дорого, поездки и так далее. Вообще, возможно людям, у которых нет достаточных финансовых возможностей, чтобы дети пошли и занимались бальными танцами? До определенного уровня, безусловно, можно без каких-то гигантских вложений танцевать, заниматься, занимать какие-то места. Чем старше ты становишься, чем выше твой класс, чем больше твои претензии в мире танца, естественно, тем больше нужно вкладывать. В мое время у нас было не очень много денег у нашей семьи. Был такой момент, наверное, лет в 14 я пришел, сказал маме, «Мама, можно я не буду завтракать? Мы будем брать на одно индивидуальное больше в неделю». Ну, мама, конечно, заплакала, сказала, «Давай я не буду завтракать, ну, ты будешь брать столько индивидуальных, столько надо, да». Я не говорю, что все дети должны заниматься так. Ну, это хороший вариант, да, то есть, ну, у меня мама закладывала в ломбард там обручальное кольцо, серьги, чтобы я мог там съездить на турнир, потом получала зарплату, выкупала и через неделю снова закладывала. Ну, такие ситуации были, и таких детей, как я, было много, которые танцевали. Конечно, хорошо, когда у тебя, там, не знаю, шкафчик, в котором ты открываешь, и там стопочкой растут доллары каждое утро, или там белорусские рубли в большом количестве. Ну, я не верю, что много людей, у которых это так. Поэтому, да, если это зашло далеко, если это четвертый, пятый год танцевания, шестой, седьмой, пара высокого класса, высокого уровня, чтобы расти, надо деньги. В начале нет, неправда. Не верьте тем, кто с первого года из вас пытается высосать огромное количество денег, и там танец Макарена будет вам индивидуально преподавать. Это, ну, это бизнес, да, для кого-то это бизнес. Я пока не верю в то, что все должно быть на рейках вот этого бизнеса. Есть еще какая-то часть, какая-то лакуна, в которой энтузиасты что-то передают детям, и дети могут что-то представлять собой до определенного уровня, безусловно. На одном энтузиазме, конечно, не въедешь в большой спорт, но в маленький спорт можно. Я всегда считаю, что если у ребенка есть две ноги, две руки и одна маломальски сообразительная голова, то он сможет танцевать. Кто-то будет лучше, кто-то хуже, но нет такого. Это, ну, это неправильно сразу говорить, там, этот ребенок танцевать не будет. Мне мой первый тренер сказал, что я танцевать не буду. Ну, потом, через 7-8 лет он встретил меня на конкурсе, подошел, сказал, что он ошибся. Поэтому я стараюсь таких крестов на людях не ставить. Да, конечно, есть дети, которые сразу хватают немножечко лучше. И неважно, какого он возраста, он может прийти в 4 года и танцевать лучше, чем те, которые рядом 7-летние такие стоят. Но это совершенно не обязательно, что эти 7-летние никогда не затанцуют. Поэтому, ну, нельзя так сказать, да, на ком-то хорошо смотрится любая одежда, на ком-то любой танец тоже хорошо сидит без морщинок. Я считаю, что танцы преображают детей очень сильно. Я могу это сказать по себе, потому что я был страшный хулиган. Детская комната милиции, драки, изгнание из всех школ, в которых я учился. Я, наверное, единственный человек, которого из первого класса выгнали за драки. Поэтому, да, танцы человека морально как-то, ну, не просветляют, конечно, но приподнимают над обществом, над толпой. Да, даже не над обществом, а именно над толпой. Потому что человек растет в понимании, что девочка – это что-то такое, чему нужно подать руку и вывести на паркет, а не пнуть, проходя мимо или дернуть за косичку. Этот человек растет в таком понимании, что он не может плюнуть на улице, да. Он все время ходит на соревнования, на которых все галантно, красиво, как в 18 веке, кавалер, мужчина, дама прекрасная. И это очень важно, потому что как-то в современном обществе все нивелируется, да. Все дети одинаковые, они начинают там нехорошими словами ругаться, начиная с третьего класса или раньше, теперь есть интернет, ничего закрыть невозможно, да. И ребенок, когда он остается один на один со двором, он, ну, наверное, он замечательный, хороший ребенок, но растет он немножко не в том направлении, в котором хотели бы родители. А человек, который занимается любым спортом и танцами в том числе, он вот здесь сейчас, у нас здесь вечером, да, а не там где-то во дворе. Поэтому танцы, как простой спорт, они ребенка немножко возвышают, и как спорт, ну, давайте будем говорить элитарный, да, они тоже делают из него человека не то чтобы качеством получше, но на пару ступенек поинтереснее для окружающих. За удивительной легкостью, грациозностью, которую мы видим на паркете, всегда стоит тяжелый труд. Бесконечное количество общих тренировок, индивидуальные занятия, упражнения на ловкость и выносливость, умение выражать свои эмоции на выступлении, находить общий язык с партнером и стойко воспринимать любую оценку судей. Всегда были споры, да, больше это спорт или все же искусство. Как вы относитесь к этому вопросу? А никто вам не ответит, это 50 на 50. По той простой причине, что да, это искусство, безусловно. Красиво стать, а красиво сесть, а уж красиво подпрыгнуть, это действительно искусство. Но отпрыгать 10 минут подряд в шерстяном пальто на подкладке, это я так фрак называю, да, или там весь накрученный, голова лаком залита, отпрыгать и улыбаясь уйти, не показывая, что у тебя, ты сейчас легкие выпрыгнешь, да, на паркет. Это, безусловно, спорт. Я вам скажу, что я сам занимался разными видами спорта, единоборствами и танцами. И когда я после танцев пришел в единоборство, оказалось, что моя физическая подготовка позволяет мне сразу несколько ступенек перескочить от начинающего к серьезному спортсмену, просто потому что я могу, а людей нет. Потому что, ну, если ты хочешь серьезно танцевать, выступать, ты не можешь не быть физически подготовленным. Для того, чтобы что-то исполнять красиво в течение определенного количества времени, ты должен быть достаточно крепким парнем или девчонкой. И, то есть, это очень обидно, когда минута мелодии прошла, пара умеет танцевать, но она уже превратилась в желе и хлюпает там где-то в туфлях. Бывает, детей выгнал из зала уже поздним вечером, закрылся, там зеркала кругом, и что-то вот иногда бывает проскальзывает. Знаете, есть такой момент, вот я считаю бальные танцы таким тихим видом буйного помешательства. То есть, танцоры между собой бальные танцы называют больными, потому что вот заболел один раз, и уже выздороветь не получается, если ты действительно заболел. Я всегда желаю всем детям, там, родителям заболеть вместе с нами, болеть этой эпидемией, чтобы нас было как можно больше, и тогда, наверное, танцы станут еще круче, чем сейчас, если это, конечно, возможно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok